Привет, дорогие друзья, снова с вами Замерус. Сегодня у нас битва лучших автоматических стволов Battlefield 1. Легендарный пулемет, то есть боевая винтовка, БАР против автомата Фёдорова из дополнения во имя царя. Огромное спасибо Парагваю за интересный Версус, предложенный в донате. А также большое спасибо всем донатерам за поддержку в столь плохие времена для Ютуба. Но прежде чем начать данный выпуск Версуса, давайте подведем итог прошлой битвы. Победил Мартини Генри, хотя нашлось 281 человек, который считает Фантом лучше Генри. Ребята, вы знаете толк возвращения. Лайк вам. Ну а теперь переходим к новому Версусу. Если честно, я ожидал безговорочную победу Фёдорова. Уж очень он мне по душе, и на данный момент это мой основной ствол Battlefield 1. Имея на руках автомат Фёдорова, вам ничего не нужно в этой жизни. Я так думал, пока не стал записывать футажи для данного ролика. И в 75% случаев тактика поведения с Баром и Фёдором была идентична. При этом даже КД был одинаковый при использовании данных стволов. Как оказалось, они абсолютно похожи. И иногда возникает такое чувство, что у них одинаковый ТТК. И прям при записи текста я проверил. На дистанции до 25 метров у них реально одинаковый ТТК. Ну а далее, то есть от 25 метров Бар получает преимущество за счёт своего темпа стрельбы в 600 выстрелов в минуту. А урон на дистанции у них одинаковый. Поэтому, как понимаете, Бар будет перестреливать Фёдоров. Так что, дорогие медики, если вы мечтали о стволе схожем с Баром, он у вас есть. А для дистанции всегда есть прелестный Мандрагон или М1916. Если брать малые режимы, штурм, голуби, ТДМа, превосходство, то тут предпочтение можно отдавать любому стволу. Всё зависит от класса, за который вы играете чаще. А как вы уходите на большие режимы, Федя сразу сдаёт позиции. Даже несмотря на наличие версии с линзой, Федя не самый лучший вариант для дальних дистанций. И тут особенно оптический Бар начинает играть мускулами и своими сошками. Кемперство на Баре – это старая эффективная тактика, которая никогда не будет доступна автомату Фёдорова. Из-за отсутствия сошек и низкой скорости полёта пули 570 метров в секунду. У Бара, кстати, 820. Вертикальная отдача, наверное, главная проблема Фёдорова. Хотя она не намного ниже Баровской. Разница всего 11%. Но сошки решают. Зато у Федички горизонтальная отдача ниже на 23%. Хотя, опять же, сошки в данной ситуации уравняют эти стволы. Но главный плюс Фёдорова – небольшой для таких стволов разброс при стрельбе от бедра. Особенно, если мы говорим про тренч-версию. Если окопный Фёдоров сравнить с окопным Баром, то при стрельбе от бедра Федя точнее от 18% до 50%. Всё зависит от стойки вашего персонажа. В целом, лично для меня тут ничья. На дистанции Бар вздёрнет автомат Фёдорова, а всё за счёт сошек, более точного огня и темпа стрельбы. Но если он выйдет в ближний бой, то тут, американец, тебя ждёт быстрая смерть. Лично я голосую за ничью. Каждый из стволов просто прекрасен. И каждый из них является лучшими представителями своего класса. Но кто победил, решаете только вы. Поэтому прошу перейти по ссылке в описании и проголосовать за один из этих стволов. Ну вот, думаю, на этом всё. Большое спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Поддержите канал Зомберус. Увидимся на поле боя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok